Доброе утро, Мардин! Я в Турции. Мардин – древний город на территории Месопотамии. Этот исторический регион на Ближнем Востоке называют колыбелью цивилизаций и местом, где зародилась письменность и появились первые государства и города. Ну а сам Мардин нередко сравнивают с городом из сказки «Тысяча и одна ночь» и говорят, что именно здесь можно увидеть самую настоящую Турцию. Точно не свалится? Обижаешь, все надежно. А почему именно ослы самые популярные курьеры? У нас в Мардине лестница на лестнице, кроме как на осле, и не проедешь. А чего не лошади? Им на лестницах тяжело и скользко из-за подков. Еще и брусчатку повредить могут. Да понятно, легкие и крепкие. Точно. Скажи, откуда он знает маршрут, куда ему посылку везти? Ну, основную часть маршрута мы сами их ведем. Но когда нужно подняться куда-то в горку или по лестнице, я даю ему команду и жду внизу. Они сообразительные. А в целом это умные животные? Очень. И послушные. И выносливые. Верно. А кто в основном пользуется такими перевозками? Обычно местные жители. Когда покупают что-то тяжелое на рынке или вещи перевозят из дома в дом, посылки соседям и родным передают. Без ослов в нашем городе вообще все встанет. А бывает, что посылки теряются? Нет, это исключено. Нам даже чемоданы доверяют. Возим их до отелей. О, ничего себе. А как это? Да вообще без проблем. Закрепил, да поехал. Но много не грузим. Не больше 50-100 килограммов. Ну хорошо, есть ослиная доставка. А что-нибудь они еще делать умеют? Они еще очень важные сотрудники нашей коммунальной службы. Мусор перевозят. Настоящий ты коммунальный тружени. Слушай, если это транспорт, то и парковки какие-то у него специальные? Да какая парковка? Оставил около любого дома и готово. Шикарная вещь. Парковки везде бесплатные. Как его зовут? Это Каплан. Каплан очень приятный. Я Юра. А от того вашего сотрудника как звать? Кадижа. Ну, раз работники ответственные, то и награда должна быть соответственная. Каплан, Кадижа, это вам. Спасибо. Запоминай. Россия, Москва. Редакция программы «По секрету всему свету». Ох. Запомнил? Главное не потеряй. Можно пойти и другим путем. Воспользоваться обычной почтой. Между прочим, это одно из самых богато украшенных почтовых зданий в мире. Построено оно было в конце 19 века. А до середины 20-го здесь жили люди. Запоминайте лучшее место для фотографий. Это террасы на втором этаже. Отсюда весь мордин, как на ладони.